Приветствую вас, дорогие мои овны! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткий обзор событий, главных событий, на неделечку, с 4 по 10 апреля. Давайте посмотрим, что вас ожидает интересненького в этот период. Итак, главные события недели. Ваше настроение, ваш настрой. Влюбленные. Ну что ж, друзья мои, настрой, возможность с кем-то помириться, наладить хорошие контакты, вступить в партнерство, да просто даже пообщаться. А может кому-то объясниться в любви. Ну, не обязательно это мужчина или женщина любовной тематики. Возможно, в любви к своему ребенку, в любви к своему родственнику, в любви к своей подруге. Вот что-то. Это тоже бывает очень важно. Ну, а для кого-то, друзья мои, эта неделя важна тем, что нужно принять некое решение. Даже, можно сказать, сделать некий выбор между кем-то и кем-то или чем-то и чем-то. Ну что ж, давайте посмотрим, а что нам события подскажут. С событиями это связано или события будут формироваться, исходя из вашего, так сказать, настроя. Итак, ага, восьмерка чаш. Вот тут у нас еще и дьявол. Так, и семерка мечей. Ну вот, смотрите. Присутствие дьявола уже говорит, что может иметь место на этой неделе любовная тематика. Может иметь на этой неделе место флирта. Ну, также, конечно, проявится некая зависимость к чему-то или кому-то. Не исключена одержимость, друзья мои. Одержимость какой-то идеи, одержимость каким-то человеком. Не исключены какие-то магические практики. То есть, в принципе, можно сказать, что эта неделя будет непростой. Непростой. Возможно, это как раз и связано с тем, что вы намерены сделать выбор. С тем, что вы намерены принять некое решение. И, в принципе, друзья мои, это решение может касаться и расставания. Это решение может касаться и смены своего мнения, смены отношения к кому-то или к чему-то. Да может, просто с увольнением связано, со сменой профессиональной деятельности. Либо с какими-то непростыми делами в вашей семье. Или с вопросами по хозяйству, по быту и так далее. Тем более, тут еще у нас семерочка мечей, друзья мои. Это уже говорит о неком планировании. Точнее, даже о смене, возможно, каких-то планов. О корректировке планов. Ну и также, возможно, даже поиске каких-то обходных путей решения задачи или проблемы. То есть, в принципе, друзья мои, и будет на этой неделе идти довольно плодотворная работа. И завязка событий будет как раз связана, скажем так, либо, как я еще раз повторюсь, с принятием вашего решения, либо с любовной тематикой, что очень даже очень вероятно. Ну и еще, пожалуй, знаете, карта дьявола, она как-то... Да и вообще не только дьявол, но и лежащие карты рядом, они как-то, знаете... Вот от них идет ощущение, что если готовится какая-то сделка, то она будет идти непросто. Не исключены там подводные течения, не исключены какие-то, знаете, ну, грубо говоря, даже, может, подставы, может, даже ложь какая-то, сокрытие истины какой-то, истинной информации. И, в общем-то, друзья мои, да, либо вы будете скрывать эту информацию от кого-то, либо кто-то вас будет запутывать, запутывать, вводить в заблуждение. Да, на этой неделе, конечно, могут быть расставания, могут быть разрывы, могут быть увольнения. Также может быть на этой неделе и разрыв отношений, тяжелых отношений, которые уже перешли в стадию некой зависимости, как бы разрывания цепей, цепей этих зависимостей. Ну, это, конечно, сложные моменты. Если спуститься совсем уж на бытовой уровень, что, в общем-то, старшие арканы тоже иногда проигрываются, именно таким путем, не обязательно там в глобальном смысле, нет. Возможно, друзья мои, на этой неделе вы будете бороться с собственными зависимостями. Такие, как, допустим, излишнее питание, такие, допустим, как курение. Да мало ли у нас зависимости бывает. Привычки иногда нас губят, руководят нами, и очень бывает сложно с этими привычками бороться. Поэтому, да, друзья мои, карта император может и в этом плане проиграться. Поэтому будете искать методы и способы, как избавиться от этих негативных, губящих вас привычек. Да, может отказываться от чего-то. Брать себя в жесткие, как говорится, рукавицы и так далее. Поэтому не стоит, не стоит пугаться выпадения дьявола. В принципе, друзья мои, не так страшен черт, как его молюют. Так, хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там у нас с конфеткой и с занозой. Но изменения могут быть, да, друзья мои? Изменения могут быть и, скорее всего, даже может быть связаны с вашим каким-то выбором, с вашим решением. Допустим, если это касается выбор между кем-то и кем-то, да, естественно, один человек остаётся, а другой вынужден уйти. Вы вынуждены будете расстаться с этим человеком. Или, допустим, выбор места работы, выбор фирмы какой-то, естественно. В одной фирме вы остаётесь, а из другой вы вынуждены уйти. Может, знаете, кто-то на этой неделе захочет очень сильно рискануть. Да, пойти, как говорится, ва-банк. Ну, тут смотрите, смотрите, друзья мои, стоит ли этот риск того. Тут надо, как говорится, смотреть в оба. Ну, желание заработать иногда денег, много денег, оно, бывает, перекрывает крышу. Но, опять же, кто не пьёт шампанского, кто не рискует, не пьёт шампанского. Так, по-моему, говорят. Ну, ладно, давайте посмотрим, что там у нас с конфетками, с занозами. Итак, конфетка. Так, двойка мечей. Интересная конфетка. Опять, видите, опять выбор. Всё-таки этот выбор вы сделаете. Он будет непростой, это однозначно. И, скорее, вся вот сумятица, вся тяжесть выбора, она будет у вас внутри вас. Понимаете? Внутри вас. То есть решиться на этот шаг. Сделать это. Ну, это у нас, друзья мои, конфетка. Понимаете? А конфетка говорит, вы всё правильно сделаете. Абсолютно правильно. Как бы это ни было тяжело. Какие бы усилия не пришлось прилагать к этому. Но уйти от этого невозможно. Как бы, знаете, пришло время. Пришло время, и вы всё-таки это сделали. Может, даже долго собирались, долго думали. Уходили от этого вопроса. Ну, пришло время, и пришлось сделать этот выбор. Сделать этот шаг. И для вас это действительно, друзья мои, конфетка. Может, вы сразу же после этого поймёте, что всё сделали правильно. Может, в течение какого-то времени. Осознаете этот факт. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там с занозой. Так, заноза четвёрка Пентакли. Интересно. Вот почему-то идёт такое ощущение, что будет некая потребность в деньгах. Даже, знаете, потребность сделать, может, какую-то покупку. Может, на что-то потратить деньги. Может, кто-то у вас попросит взаймы. И это для вас будет заноза. Не хочется расставаться. Не хочется отдавать деньги. Не хочется тратить деньги. А надо. Это необходимость. Это заноза. Как, знаете, как от сердца оторвать. Особенно, если, допустим, эта сумма была отложена на что-то. Ну, также, друзья мои, вполне возможно, карта проиграется как занозой, что кто-то не захочет с вами встречаться. Не захочет вам помогать. Как-то замкнётся, отстранится от вас. А вы, допустим, рассчитывали на этого человека. Может и так проиграться. Ну, и, конечно же, нехватка денег на что-то. И это тоже может быть. Ну, давайте посмотрим, а что там с советом. Что там с советом. Итак, совет. Дамы кубков. В данном случае, друзья мои, если действительно вам нужна чья-то помощь, то светлый правительство говорит, обратитесь к некой даме, к некой персоне. Доброй, заботливой, душевной. Она вам поможет. Либо, друзья мои, совет самим оказать кому-то помощь, тепло, поддержку. С кем-то просто поговорить по душам. Вот ещё знаете, что идёт совет какой? Погрузиться в мир ощущений. Раствориться в этих ощущениях. В каких-то очень положительных эмоциях. Может быть, это связано с вашим творчеством. Может быть, с любовью, друзья мои. Да. Отдаться чувствам. Вот так я бы даже сказала. Но вы тоже присмотритесь к этой карте. Возможно, вы уловите какие-то другие вибрации. Другая подсказка будет. Другой совет. Так что это тоже очень важно. Иногда мельчайшие детали карты показывают довольно-таки значимый аспект. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж. Неделька может выдаться непростой, как мы уже поняли. Да? Ну тут всё зависит от вас больше. Поэтому всё зависит от ваших планов, скажем так. От вашей решительности в чём-то, от вашей энергии, от вашей цели какой-то. Так и будет складываться неделя. Но время покажет. Я же на этом закругляюсь, ласточки мои. Мне остаётся пожелать, конечно же, вам обязательно здоровья, любви, денег побольше. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале в Ютубе, канале Телеграм, ВКонтакте и Дзене. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами Пятия, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет краткий обзор главных событий на неделю с 4 по 10 апреля. Давайте посмотрим, что же вам нашепчут карты Таро. Итак, ваше настроение, ваш настрой. Ну что ж, правосудие. Что-то может воевать с кем надумали, доказывать справедливость, защищать свои интересы. Может заняться какими-то юридическими вопросами, судебными вопросами. Может настроен на заключение какого-то соглашения, договора. Тут, как говорится, у кого что. Ну серьёзно, серьёзно настроен. Давайте посмотрим, может события подскажут, что так, почему так. Так, король жеслов, колесница и король чаши. Ну, во-первых, тут у нас персонажи. Значит, какие-то встречи будут, какие-то разговоры, деловые разговоры. Не исключено, что любовные разговоры. Будут какие-то, может даже тайные какие-то переговоры. И реализация ваших тайных замыслов. Тоже не исключено. Да-да, какая-то цель будет стоять перед вами. Какой-то, может, важный для вас вопрос. Ну, вопрос, может, связан и с поездкой, с путешествием, с переездом. Может, связан с повышением своего статуса. Может, с повышением своего авторитета. Кстати, авторитет и важен и в кругу семьи, в кругу родственников. Или, допустим, вашего ближайшего окружения. Там тоже очень важны статусные моменты. Поэтому, да, не исключено, что будете наводить мосты, расставлять приоритеты. И не исключено, что с помощью вот именно каких-то юридических моментов. Есть, конечно, друзья мои, вероятность влияния на ваши дела неких персон. Да, уж не знаю, кто это и что это. Но вот почему-то такая связка видится. От их отношения к вам будут зависеть ваши дела. Особенно, если это касается сделок. Особенно это касается повышения по карьерной лестнице. Или, допустим, дела по бизнесу. Да даже, знаете, семейные, точнее, даже хозяйственные дела. Вот тот же ремонт сделать. Очень тоже много моментов. Найти нормальную фирму, которой займётся ремонтом. Будет его делать качественно и вовремя. Это тоже сложный процесс. Поэтому купить автомобиль или отремонтировать автомобиль тоже очень важно. Кто это будет делать, с кем вы будете заключать эту сделку. Поэтому да, как-то говорят, что на этой неделе предстоит какое-то важное дело. Может, это нужно сделать быстро. Возможно, эта ситуация возникнет неожиданно. И там, как говорится, медлить ни в коем случае нельзя. Может, даже на ходу придётся менять планы. Вообще на ходу что-то менять. Да, в том числе, как говорится, и срочную поездку организовать. Срочную встречу с кем-то. Срочный разговор. Важный разговор. В принципе-то у вас и настрой такой, друзья мои. Непростой настрой. Может, у кого-то вопрос будет решаться на этой неделе с дележом имущества. Может, с разводом. Может, у кого-то с бракосочетанием. Почему бы и нет. В общем, как-то так. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам конфетка с занозой скажет. Довольно даже интересно. Вот какое-то идёт стремительное развитие событий. Вот просто, знаете, аж ветерок в лицо чувствую. Итак, конфетка. Девятка жезлов. От чего-то получится скрыться. От чего-то уйти. Защититься. Что-то избежать. Хотя, возможно, будет это сложно сделать. Но, тем не менее, друзья мои, это у нас конфетка. Знаете, может быть, даже кого-то ввести в заблуждение. Как бы, знаете, выдвинув вперёд некую фигуру. И эта фигура будет играть какую-то обманную роль. Понимаете? Ну, если, грубо говоря, вместо себя подставить другого. Или поставить другого. Тут уже, как говорится, у кого что. Ну, это конфетка. Ну, в принципе, в принципе, при развитии таких ситуаций, конечно же, это иногда очень даже нужно сделать. Не то, что это полезно, это нужно, необходимо. Ну, хорошо, а какая у нас заноза? Так, восьмёрка Пентакли. Работать придётся много. Очень много работать. Может быть, знаете, сделать определённое вложение, потратить определённую сумму денег. Тут, как говорится, экономить, ну, не получится. Не получится. Надо платить. Возможно, это необходимо, и знаете, в чём? Заплатить по каким-то обязательствам. Вполне возможно. Хоть и не хочется, но вот, увы. Может, кто-то сроки хотел передвинуть, но не получилось. Может, какой-то перегруз на работе или вообще оврал. Либо на работе, либо по каким-то домашним делам, хозяйским делам. Ну, вот что касается в отношениях, друзья мои, если переводить, то да, не просто будут складываться отношения, ну, в плане того, что придётся, как бы, подстраиваться, вполне возможно. И, как бы, долбить в одну точку, уверять в чём-то человека, что вот, ну, вы хороший или хороший, или это дело нужное, или ещё что-то, понимаете. Да, некие усилия. Да не просто некие, а вообще большие усилия. Ладно, хорошо. То есть, чтобы, если касаться финансов, чтобы заработать что-то, что вы хотите, какую сумму получить, придётся довольно очень хорошо потрудиться. Так, ну, а что нам подскажет светлый провидец? Так, друзья мои, ну что ж, повешены. Угу. Интересненько. Ну, для кого-то это совет тормознуть в чём-то. Может, вы такие обороты взяли, такой шустрый темп, что не отслеживаете уже целесообразность таких действий. Поэтому, может, требуется притормозить. Ну, для кого-то, возможно, даже остановиться, чтобы подумать. Либо, друзья мои, выбрать способ или метод решения задачи, проблемы, ну, не совсем традиционный, скажем так. Может, даже специфический. Может, знаете, подождать некой идеи, вдохновения, инсайта. Вполне возможно, друзья мои. Ну, такой интересный совет. Ну, может, даже, знаете, предупреждение идёт, что может возникнуть в какой-то момент подвешенное состояние. Да. Ну, не надо этого пугаться. Надо обязательно искать выход. И этот выход будет именно не совсем традиционный, как я сказала. Что придётся поработать мозгами, придётся покреативить. И тогда всё сложится. Вот такой интересный совет. Ну, что ж, на этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, здоровья, денег, удачи, взаимопонимания, любви. А как же без неё? Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале, на Ютубе, в Телеграм, в ВКонтакте и, естественно, в Яндекс.Дзене. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 4 по 10 апреля. Давайте посмотрим, что скажут карты Таро. Чем обрадуют, о чём предупредят и вообще, что может происходить в этот период. Начнём с вашего настроения, вашего настроя. Так, ну что ж, друзья мои, выпал ирафан. О чём речь? Либо настрой получить какой-то совет, либо настрой покопаться в какой-то информации, то есть получить более глубокие знания в каком-то предмете. Для кого-то эта карта говорит о том, что будет настрой пообщаться, пообщаться с человеком мудрым, опытным, знающим, компетентным, ну, чтобы, как говорится, какую-то свою проблему разрешить или какую-то задачу. Вообще, конечно, карта ирафанта, она может говорить о очень серьёзном настрое. Я бы сказала, таким мудрым, что ли, компетентным. То есть есть желание, настроение, свои поступки, свои действия обязательно предварительно обдумывать, соизмерять, чтобы эти поступки или действия не противоречили каким-то правилам, устоям, законам. Ну, в общем, друзья мои, серьёзненько, серьёзненько всё. Ну, возможно, друзья мои, кто-то захочет на этой неделе начать консультирование или будет проводить консультирование в каких-то вопросах, в которых очень хорошо разбирается. Что касается событий. Семёрка чаш, восьмёрка жезлов и шестёрка чаш. Ну, вот смотрите, в принципе, карты такие, не хочется говорить, что рядовые, но они не несут каких-то глобальных изменений, неожиданностей. В общем-то, как говорится, рабочий процесс в действии. Что-то продолжается, что-то только намечается, какие-то вопросы, возможно, ещё до конца не продуманы, идёт своего рода процесс выбора. Ну, конечно же, вполне возможно в этом месяце моменты витания в облаках, фантазии, мечты, может быть, даже несбыточные мечты. Возможно, для кого-то некий сон способствует вот таким размышлениям и мечтам. Не исключено, друзья мои. Ну, восьмёрочка жезлов, да, она действительно говорит о выборе. Причём здесь нужно сделать выбор правильный, компетентный, правильно подобрать ключ к какой-то двери, возможно, даже к нескольким дверям. И причём сделать это, возможно, даже быстро. Не исключено, что, ну, какие-то, скажем так, обстоятельства и ситуации будут очень стремительно складываться, либо будет получена некая информация. Некая информация, которая как раз и заставит вас действовать в этом вопросе. Ну, шестёрочка чаш, она, конечно, приятная карта. Она в основном связана с общением с детьми, с семьёй, с решением вопросов семейных, конечно же. Вот. Может быть, даже общение с внуками в плане обучения их чему-то. Особенно, если кто, допустим, находился ранее в каких-то конфликтах, в ссорах. В данном случае шестёрка чаш говорит о примирении, о выяснении отношений до конца. И вообще, есть большая вероятность, скажем так, приятных моментов жизни. Да. Вот именно связанных с семьёй, связанных с детьми. А для кого-то эта карта проиграется как получение дружеской поддержки или дружеского участия в ваших делах. Либо какое-то совместное творчество. Да. Вот именно на взаимопонимании, на доверии к друг другу. Вот знаете, ещё возвращаясь к семёрке чаш, для кого-то она может проиграться как завышенные ожидания. Завышенные ожидания на какой-то результат, на какие-то отношения. Ну, может даже и неуверенность в чём-то. Вполне возможно, друзья мои. Возможно, вот как раз состояние по семёрке чаш связано с неким полученным предложением или несколькими предложениями. Да. Причём получено от кого-то. И нужно подобрать ключ. Либо для принятия решения, то есть принимать, не принимать это предложение, или принимать, но вот на каких-то условиях. Вот как-то так идёт. Такое ощущение. Ну, вообще, конечно, неделя, я бы сказал, так не будет нагружена событиями. Больше будет идти процесс действительно размышлений, общения, ну, и консультирования вполне возможно, то есть получения информации. Ну, особого напряжения, как вы уже поняли, неделя абсолютно не несёт. Ну, давайте посмотрим, а что там у нас с конфетками, с занозами. Может, ещё что-то, новенькая какая-то страничка откроется, обстоятельства, события. Итак, конфетка. Ну, пятёрочка мечей. Да, закончится некий кризис, закончится некое противостояние, закончится борьба. Вполне возможно, что даже внутренняя, внутри вас борьба. Закончится будораживание вашего ментала. Ну что ж, это, в принципе, очень хорошая конфетка, когда наступает, наконец-то, освобождение от чего-то негативного, тяжёлого. Это, знаете, вот как груз на шее, камень на шее. Вот в данном случае как раз конфетка в этом и состоит, что будет освобождение. Неважно, какой результат там за этим стоит. Самое главное, что процесс, наконец-то, закончился. Ну, что у нас за нозы? Давайте посмотрим. Ну, двойка чаш, друзья мои. Ой, просите, двойка пентаклей. Ну, тут тоже идёт, знаете, речь о неких колебаниях, о некой неустойчивости, выборе. Да, друзья мои, выборе. Как сделать? Как достигнуть этого равновесия? Ну, это может касаться, конечно, и финансовой стороны вопроса, когда нужно погасить несколько статей расходов, то есть как-то вот уравновесить бюджет, чтобы доходов хватало на расходы. Ну, а для кого-то вполне возможно это дополнительная необходимость дополнительной подработки. Вот как-то так. Ну, что ж, давайте теперь посмотрим, что подскажет светлый провидец. Какой совет даст? король жезлов. Либо обратиться за помощью к некой очень уверенной в себе персоне, статусной персоне, либо вступить в некие разговоры, переговоры, может провести действительно встречу, может попросить поддержки. Ну, также, друзья мои, для кого-то это совет стать этим королем жезлов. Взять, как говорится, руль в свое управление. Может быть, друзья мои, обратить внимание вот на такого персонажа в вашем окружении. Он может появиться, а может уже и есть. Это может касаться и деловой сферы, но также и любовной сферы, друзья мои. Да. Кто-то может появиться и провидец советует присмотреться, приглядеться, не отталкивать. Не отталкивать вообще предложение от этого человека. Вполне возможно, этот человек явится для вас той палочкой вручалочкой, на которую вы очень надеетесь. Вот такие пирожки. Ну, что ж, на этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать вам, конечно же, здоровья, удачи, денюжек побольше, любви. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале в YouTube, Telegram, ВКонтакте и Яндекс.Зене. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткий обзор главных событий на неделю с 4 по 10 апреля. Ну, что ж, давайте посмотрим, что вас ожидает. Не забывайте, что это общий прогноз. Итак, ваше настроение, ваш настрой. Ага, двоечка мечей. Интересненько. Ну, ждете вы какой-то нежданчик, друзья мои. Либо перед вами будет стоять некий выбор и этот выбор вы собираетесь сделать. Независимо от того, насколько это будет сложно, насколько это будет, может быть, некомфортно для вас, но тем не менее. По крайней мере, внутри себя вы должны принять некое решение, а потом уже приступать к действиям. Ладно, давайте посмотрим, что с событиями. Так, ирофант, семерка чаш и туз жезлов. Ну да, похоже, для этого выбора, для этого принятия решения вам потребуется чей-то совет, о чем нам и говорит ирофант. Ну, ирофант может для кого-то проиграться действительно консультированием, для кого-то может проиграться бракосочетанием, вполне возможно, для кого-то вхождением в некую новую группу, где есть свои правила, где есть свои уставы, законы, и вам придется поддерживаться этих установок, знакомиться с ними, изучать их. Ну, также, друзья мои, ирофант может для кого-то быть как погружение в некие более глубокие знания, обучение чему-то, либо разговор, разговор с каким-то серьезным человеком, которого вы уважаете, умудренного, скажем так, опытом, ну, может быть, и старше вас. Ну, семерочка-чаш, конечно же, она говорит о некой иллюзорности, о неких ожиданиях, избыточных ожиданиях, вот так бы я сказала, фантазирование. Ну, вот, кто занимается творчеством, семерка-чаш, друзья мои, для вас вот просто спасение, я бы даже сказал, не то, чтобы спасение, это ваша муза, потому что вот в таком состоянии и приходят шедевральные проекты, шедевральные идеи, поэтому воспользуйтесь, если вы вдруг начали блудить, бродить по фантазиям, желательно вот это все переложить на какие-то творческие дела. Туз Жезлов, друзья мои, ну, что ж, говорит о том, что какие-то новости постучатся к вам в дверь, причем очень интересные новости, зажигающие, скажем так, да, они могут вам дать большой прилив энергии, на что-то вас подвигнуть, заставить действовать, предпринимать какие-то шаги, причем уверенные шаги. Это может быть и знакомство неожиданное, неожиданный флирт, это может быть неожиданное предложение, заманчивое предложение, которое не оставит вас равнодушным. Вполне возможно, что вот как раз и связано с делами по аэрофанту, то, что я озвучила. Да, это может быть и предложение брака, это может быть предложение новой работы или какого-то заманчивого дела, то есть совет, совет этого человека вас может сподвигнуть на обновление в вашей жизни, либо обстановке вокруг вас, либо в профессиональной сфере, либо в любовной сфере, кстати, тоже вполне возможно. Давайте посмотрим, что там у нас с конфеткой с занозой. Так, так-то, в общем-то, друзья, моя неделя, скажем, ну, рабочая, да, рабочая. Несмотря на то, что вы вот ждёте каких-то неожиданных ситуаций и настроены на некий выбор, тем не менее, тем не менее, здесь потрясений абсолютно никаких. Так, что за конфетка вас ожидает. Ага, король чаш. Вот ещё один у нас персонаж. Не исключена любовная тематика. Да, не исключена, друзья мои. Король чаш это человек, который может утешить, он хорошо знает психологию, понимаете, особенно женскую, там вообще. Это человек может посоветовать, может помочь, может сохранять такое внешнее спокойствие. Внутри там может быть, ой-ой-ой, но внешнее спокойствие, которое успокаивает и окружающих. Да, какое-то очень положительное влияние, очень положительное влияние либо на вас, либо на ваши дела. Может быть, знакомство с таким человеком, в том числе и любовного содержания, может быть, действительно, какое-то любовное действие, может быть, какой-то романтичный вечер, или слова любви услышите, может, знаете, какую-то заботу получите сверх того, что было у вас раньше. То есть, этот человек, этот партнер чем-то отметится в своем поведении. Ну, естественно, в плюс, потому что это конфетка. Ну, давайте посмотрим, что с занозой. Шестерка чаш. Тут больше идет, знаете, ностальгия, воспоминания о прошлом, о прошлых отношениях, о прошлых людях. Ну, может, может накатить, может. Либо необходимость расставания с кем-то, или понимание, понимание, что дальше отношения, в общем-то, не перспективны, не имеют смысла, или не стоит их возвращать. Хотя могут возникать, конечно, такие моменты, когда может помириться, может вернуть все назад. Да. Ну, это вот такая заноза, друзья мои. Ну, в основном, она, конечно, будет касаться чувств, а в основном она будет касаться отношений. Кстати говоря, отношений не только сердечных, родственных, но и отношений деловых. Ладно, теперь давайте спросим советом у светлого провидца. что вам посоветует провидец, о чем предупредит, возможно. Ну, троечка мечей. Не разрывайте себе сердце ненужными метаниями, ненужными переживаниями, расставаниями. Как говорится, что произошло, то произошло. И провидец говорит, ну, не зацикливайтесь на этом. Не надо. Это не поможет, это не вернет, и это ничего не изменит. Не рвите себе сердце, не переживайте, без повода особенно. Вот мы любим иногда себя так накрутить, что, мама дорогая, хоть вешайся. На пустом месте, кстати говоря. Вот в данном случае совет как раз об этом. Да, если случаются разрывы, разрывы не только любовного характера, но родственного, дружеского, делового. Ну, что ж, вот произошло, всё, что не делается, делается к лучшему. Это золотая поговорка, кстати говоря, но она иногда понимается только или реализуется через многое время. Может через год, а то может быть и через несколько лет. Да, такое тоже бывает. Ладушки мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остаётся пожелать, конечно же, вам здоровья, любви, денюжек побольше, мира в душе, мира в семье. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале в YouTube, Telegram, ВКонтакте и Вентак за ним. Кому как удобно. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы. С вами Пятия, Татьяна Шаманова. Сегодня краткий обзор у нас главных событий недели с 4 по 10 апреля. Посмотрим, какие события вас ожидают, какие конфетки, какие занозы и какой совет вам даст Таро Светлого Провидца. Итак, ваше настроение, ваш настрой. Восьмёрочка жезлов. Настрой что-то выбрать, открыть новую дверь, принять решение. Возможно, вы это уже давно собирались сделать, но никак, как говорится, руки не доходили. Вот на этой неделе, на этой неделе именно настроены закрыть, закрыть этот вопрос, закрыть эту задачу. Ну что ж, давайте посмотрим, что там с событиями. Так, Король Чаш, Десятка Жезлов, интересненько. Ну, в общем-то, созвучно, друзья мои, потом попозже поговорим. И Карта Мир, друзья мои. Ну что ж, неделька может выдаться интересненькой. Очень интересненькой, действительно. Может, непростой, ну, в каком плане непростой? Да, будут стоять некие задачи, которые решить будет трудновато. То есть нужно приложить некие усилия, возможно, это связано с какими-то договоренностями, с какими-то отношениями, с разговорами, с убеждениями в чем-то тех людей, в которых вы заинтересованы. Да, будет получаться не все быстро, да, будет много каких-то препятствий, скажем. Не все будут к вам благосклонны, не все будут вас понимать и принимать это тоже. Поэтому, ну, сложновато, сложновато. Но, учитывая ваш настрой, этот путь, этот этап просто надо пройти будет на этой неделе. Хочешь, не хочешь, а надо. Ну, может быть, это решение какой-то проблемы, может быть, это этап продвижения к намеченной цели или реализация какого-то вашего намерения. И важно, работа эта касается, домашних, хозяйских дел или любовной сферы. Тут, как говорится, принцип один. Надо. Надо и еще раз надо. Ну, тут у нас фигура, король чаш, да, похоже, какой-то персонаж будет влиять на ваши дела или на вас. Возможно, это влияние любовного характера, дружеского, родственного характера. Но, может быть, и делового. То есть, тут вы можете получить и поддержку, и совет, и вполне возможно какой-то романтический флер. Защиту. Это тоже может быть. Ну, вот, если касается, допустим, деловых отношений, конечно, король чаш не очень простой персонаж. И, в общем-то, видно уже даже по рисунку, что он сам себе на уме и может преследовать и свои интересы. Так что, с ним нужно быть, скажем так, не то чтобы осторожным, но внимательным. Внимательно слушать то, что говорит и анализировать, подходит вам это или не подходит. Короче, не расслабляться. Вот так вот. Ну, выпавшая карта мир, друзья мои, она говорит о переходе. О переходе с одного этапа на другой. Вполне возможно, что вот не зря у вас карта восьмерки жезлов выпала в вашем настрое, в вашем настроении. Да, надо сделать выбор, надо что-то окончательно решить. Вполне возможно, что это как раз касается событий по карте мир. Да, это может быть принятие решения по увольнению, переходу с одной работы на другую. Это может касаться личных, любовных отношений. Да, переход отношений с одной ступени на другую. Это может касаться переезда куда-то, изменения статуса вашего. То есть идёт некая перезагрузка, перестройка. Может быть даже ваша внутренняя перестройка. Вполне возможно. А может быть и связанная с какими-то внешними обстоятельствами, с внешней вашей обстановкой, с обстановкой вашего окружения и, в общем-то, ваших отношений. Да, карта мир говорит, что просто пришло время, тут особо-то вашего, скажем так, желания уже нет. Вот, потому что старший аркан, он всегда говорит о неизбежности. Неизбежности. Это просто надо будет сделать. Надо через это пройти. Надо разрешить эту задачу. Надо что-то изменить. Надо через что-то переступить. Надо что-то кардинально сделать. Вот как-то так мне это видится и чувствуется. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что там с конфетками и занозами. Что там с конфетками и занозами? конфетка. Ну, король мечей. Серьезный какой-то разговор, серьезное дело. Оформление, возможно, каких-то документов, юридические какие-то вопросы. Либо, друзья мои, конфеткой являться может сами вы. вот ваш вот такой настрой серьезный, подтянутый, холодноватый, очень ментально заточенный, то есть тут нет эмоций, решительность, упорство. Не подходит, разрывай его. Не интересно, отбрасывая, вот знаете, вот так, категорично, расставить точки над и. И вам это понравится. Это ваша конфетка, друзья мои. и она принесет вам именно тот результат, о котором, может быть, вы даже и не мечтали. Да, это может быть влияние такого человека на ваши дела, на вас. Может быть, ну, положительное, конечно, влияние, однозначно. Это может быть в виде консультации, поддержки, защиты вас вполне возможно, друзья мои. Ну, вот если любовной тематики, да, то вполне возможно, что произойдет такой продуктивный разговор, касающийся ваших отношений, и после этого разговора наступит перемена. Вот в какую сторону, ну, судя по тому, что это конфетка, то только вам в плюс. Кто хотел развестись, он получит, как говорится, добро на развод. Кто хотел наоборот отношения сделать более серьезными, то, друзья мои, да, может и это получить. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с занозой. Ну, шестерочка жезлов, друзья мои, это не заноза. Нет, нет у меня ощущения. Тут радость, победа, восторг, праздник. Это, скорее всего, дополнение, дополнение к тому, что то, что вы затеете на этой неделе, то, что вы решите, это принесет вам очень хороший результат. И неважно, касается это любовных отношений, профессиональной деятельности или каких-то домашних дел. Что ж, прекрасно, прекрасно, дай Бог, чтобы так оно и было. Теперь давайте спросим советом у второй светлого провидца. Что там вам провидец нашепчет, что он там увидит? некачественную колоду купила, карты какие-то вразнобой очень сложно смешивать и выбирать, но что пришло, то пришло. Итак, совет. Шестерка Пентакли. О чем речь? Речь о том, что в каких-то делах не полагайтесь только на свои силы. Вступайте в партнерство, просите помощи, просите содействия, не отказывайтесь от каких-то других предложений. То есть будьте очень коммуникабельны, выходите в народ. Черпайте из этих общений, из этих контактов максимальную пользу для своих дел, для своих интересов. Да, привлекайте народ для решения ваших задач. Это может касаться и ресурсов, это может касаться денег, это может касаться помощи, совета, поддержки. То есть вот такой комплекс помогающих инструментов в ваших делах. И тогда будет вам удача, и тогда вам будет прибыль. То есть объединяйте усилия, не полагайтесь только на себя, не действуйте в одиночку, особенно если вы не уверены в себе, не уверены в своих силах, и шансов у вас в одиночку справиться очень мало. Изыскивайте ресурсы. Вот такой совет вам дал светлый провидец. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам здоровья, удачи, денег, любви, взаимопонимания, ну а самое главное будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале в Ютубе, Телеграме, Вконтакте и Янтекс.Зене. Приветствую вас, дорогие мои девы, с вами Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на недельку с 4 по 10 апреля. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Сделаем как бы краткий обзор главных событий. Итак, ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Влюбленные. Ну, кто-то хочет помириться, кто-то хочет объединиться, кто-то захочет наконец-то сделать выбор между кем-то и кем-то или чем-то и чем-то. Ну, в общем, так это глобальненькие задачи, глобальненькие настрои у вас. Ладно, давайте посмотрим, а что там с событиями. Нежданчик. Ну что ж, есть момент, конечно, выбора. Десятка мечей и десятка жезлов. Ну, такая, знаете, неделька, неделька трудоголика. Уж простите меня за выражение. Да. Мало того, что вас всколыхнет вот этот нежданчик, то есть некая ситуация, которая может, с одной стороны, привести вас в ступор, а с другой стороны, может заставить вас сделать выбор. Что же, как говорится, предпринять, что лучше, что хуже. И, в общем-то, тут, знаете, вариантов-то немного. Причем эти варианты, возможно, слишком друг друга отличаются. Как видим, что жизнь у монашки одна, а жизнь с младенцем на руках, это совершенно другая. Разные статусы, разный стиль жизни, образ, точнее, жизни. Ну, что-то будет интересненькое. Ну, десяточка мечей, с одной стороны, вроде бы как пугает, да. Ну, с другой стороны, она говорит, что приходит конец проблемам, конец каким-то препятствиям. У кого-то заканчивается, может быть, процесс лечения, у кого-то заканчивается тяжелый период, у кого-то заканчивается, ну, скажем, отработка, последние дни отработки на трудной работе, или на ненавистной работе, такое тоже бывает. Вот. Поэтому, в принципе, десятка мечей для кого-то проиграется больше в плюс. Да, трудно, да, не очень приятно, но, тем не менее, есть уже, как говорится, свет в конце туннеля, и вы четко знаете, что еще чуть-чуть, еще немного, и это дело закончится. Ну, десяточка жезлов, она тоже говорит о некой необходимости набрать на себя обязательства, набрать на себя ответственности, набрать себе работы, каких-то трудновозможно выполнимых обязательств, может быть, навязанных кем-то, вот, необходимость много разговаривать, выяснять отношения, контактировать с людьми, и, в общем-то, туда могут возникнуть некое препятствие в виде того, что не все вас будут понимать, не все вас будут воспринимать, и не от всех вы получите поддержку, которую ожидали. Да, могут быть моменты, когда человек не оправдает ваше доверие, но, тем не менее, друзья мои, тем не менее, как говорится, караван идет, и путь близится к концу. Возможно, даже это ваше вот такое настроение, сделать выбор, или, допустим, предпринять какие-то меры в отношениях, да, либо примириться, либо познакомиться, новые контакты, новые союзы. Это, как говорится, задача была принята вами, но вы понимали, что она содержит некие сложности, что не все будет просто, но, тем не менее, тем не менее, это вам нужно, что вы и будете делать. Зная прекрасно, что вы в результате вот этого этапа, этих действий получите именно то, что вы хотите. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с конфетками за носами. Что там за конфетки вас ожидают? Итак, конфетка. Четверка, чаш. Ну вот у меня идет ощущение, что конфеткой возможность подумать, возможность как-то сконцентрироваться на своем внутреннем содержании, на своей душе. Может даже помечтать о чем-то, поностальгировать. Знаете, концентрация на своем я. Концентрация на своих внутренних ощущениях, желаниях. Может быть даже и планах. Но в основном это вот именно эмоциональное что-то. Может романтическое что-то. Да, друзья мои. Может связанное с любовью, может связанное с дружбой, почему бы и нет. Может связанное с творческим. Вот знаете, такой момент волшебный, когда в таком состоянии, в состоянии, я бы сказала, даже своего рода медитации, рождается что-то новое. Что-то меняется внутри. Хотя, конечно, для дев это вряд ли свойственно, вы все-таки люди практичные. Но, тем не менее, тем не менее, что-то вас введет в такое состояние. Ладно, а что там с занозой? здесь император. Необходимость, возможно, решать какие-то задачи через государственные органы, необходимость взять в свои руки управление неким процессом, продавливание некого процесса, столкновение с какими-то, может быть, силовыми структурами, либо взаимодействие с этими силовыми структурами, решение какой-то очень важной задачи. Вот, по императору, друзья мои, да, может быть, разговор непростой с начальством или с человеком, который обладает властью. Вот такая необходимость. Хочешь, не хочешь, а надо. Так, и что же посоветует вам светлый провидец? Давайте посмотрим. Вообще, вы знаете, вот здесь вроде бы как идет довольно-таки рабочий процесс, ничего особо выдающегося. Нет, к этому режиму вы привыкли. Это для вас, скажем, нормальный рабочий режим для решения каких-то своих задач, для реализации своих целей. Ну, а здесь в виде заноза вполне возможно, что некоторые задачи придется решать с помощью государственных органов, с помощью каких-то властных структур, с помощью каких-то оформления документов через эти структуры. Ну, ладно, давайте посмотрим, что там с советом. Угу. Тройка мечей. Ну, что ж, совет один. Не травите свое сердце, не напрягайте свое сердце, не переживайте, не выматывайте себя, не погружайтесь в это пагубное состояние, старайтесь быстро вынурнуть из него. Возможно, кто-то на этой неделе соприкоснется с любовным треугольником, может быть, с деловым треугольником, с родственным треугольником, то карта, конечно, предупреждает, что не надо впадать в уныние, не надо впадать в состояние горечи, обиды. Ну, может быть, только чуть-чуть, но постараться быстро из этого выйти. То есть, друзья мои, одним словом, не рвать себе нервы и не рвать себе сердце. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам здоровья, любви, удачи, благополучия. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале в Ютубе, Телеграме, ВКонтакте и Вентес Дзенни. Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас краткий обзор главных событий на неделю с 4 по 10 апреля. Итак, давайте смотреть, каким будет ваше настроение, какие вас ожидают конфетки, какие занозы. Ну и, конечно, обязательно спросим совет у светлого провидца. Ваше настроение, ваш настрой. Тройка жезлов. Вот такое ощущение, что на этой неделе вы захотите избавиться от какой-то рутины, что ли. Может, вернуться к каким-то прошлым делам, прошлым замыслам. может быть, как-то по-новому начать решать вопросы, решать проблемы, по-новому формировать новые отношения, заводить новые связи. Или, знаете, может быть, появится желание каких-то новых дел, но немножечко с другого ракурса, с такой перчинкой, можно так сказать, креативностью. Ну, давайте посмотрим, что там события скажут. Так, повешенный. Ну, да, что-то есть в этом. Дама жезлов и туз жезлов. Ну, в общем, знаете, вот насчет креативности, да, нестандартности мышления, нестандартности применяемых приемов и способов, в принципе, нам как бы подтверждает и повешенный, да, что будет необходимость оттачивать свои навыки, свои способности вот именно очень скрупулезно, чтобы никаких ошибок не было, никаких просчетов, никаких срывов. Даже, возможно, какие-то дела приостановятся, чтобы подумать, осмотреться еще раз проанализировать. Не исключено, друзья мои, как бы произойдет некое затищие, может быть, и в отношениях, может быть, и в делах. Конечно, и внешнее тоже воздействие не исключено, что оно тоже может затормозить ваши дела, ваши отношения, но в данном случае, в данном случае это скорее на пользу, чем во вред. Да, у вас появляется время, некий перерыв, который вы можете использовать в свою пользу. Тут у нас выпала еще дама жезла. Это либо, друзья мои, влияние на ваши дела, некой персоны, ну, персона, конечно, очень такая динамичная, энергичная, умеет организовать вокруг себя людей, умеет запустить процесс, причем очень так это энергично, извините за повтор, но надо отдать должное, если у вас есть некое партнерство, есть некое такое сотрудничество, может вы на одной волне, может это ваша подруга, родственница, коллега, и вот если вы что-то вместе будете делать, то может получиться очень хороший результат. Ну, нежелательно, конечно, держать такую персону в соперницах, в конкурентах, потому что есть риск, что вас могут обойти, но, конечно, в случае того, только в том случае, если вы не будете вот в таком же активном ресурсе. Туз Жезлов, друзья мои, ну что ж, ждите новостей, ждите новых предложений, новых проектов, новых отношений, причем может быть даже неожиданный флирт, неожиданное такое, знаете, знакомство, вот, которое вас взбодрит, и не просто взбодрит, а возможно даже и далеко идущее последствие после этого знакомства. Ну, если это деловые, это, конечно же, новое дело, или новый поворот в вашей профессиональной деятельности, в деловой деятельности, если это любовная сфера, ну, тут, как говорится, держите меня обоими руками. Вообще, конечно, неделя интересная, неделя энергичная, неделя такая насыщенная активностью, несмотря даже на некие перерывы, остановки, зависания, но, тем не менее, давайте посмотрим, что там нам конфетка скажет с занозой, что прошепчут. Итак, конфетка. Тройка пентаклей. Ну, вот еще, как говорится, идет повтор того, что не исключено партнерство, друзья мои, не исключено, причем выгодное партнерство, потому что это у нас конфетка, не исключено получение денег от совместных каких-то усилий, от совместных дел с кем-то, не исключено, что появится возможность получить новые навыки, новые способности, новый инструментарий и также, конечно же, новые знакомства. новые договора, соглашения. Очень продуктивненько, друзья мои, очень продуктивненько. Да, новые проекты появятся, новые намерения, новые цели, новые источники доходов. так, а какая заноза? Ну, восьмерка пентаклей, как сказать, заноза, она, конечно, заноза, только в том, что нужно будет очень много приложить усилий. Очень так это хорошо поработать, да, возможно, даже уставать, возможно, доводить до автоматизма некий процесс, вот просто тупо, как говорится, бить в одну точку, бить, 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 только так можно получить результат. Ну, конечно же, друзья мои, это касается не только дел, но может и касаться отношений. В особенности, когда вы хотите либо познакомиться с кем-то, то есть тоже придется поднапрячься, вот именно знакомство с очень нужным человеком, либо отрегулировать отношения с кем-то в таком русле, который вам выгоден. Ну, уж не говоря про примирение или, допустим, про отношения, которые вы хотите безболезненно и без последствий с кем-то разорвать. Да, придется попотеть. Хорошо, давайте теперь спросим совета у Таро Светлого Провидца. Что он посоветует? Может, о чем-то и предупредит, вполне возможно. Итак, король Пентакли. Как-то так это все спокойненько, продуктивненько. Ну, о чем речь? Речь идет о том, что надо налаживать контакты с людьми, которые уже имеют опыт состоятельный в чем-то, самостоятельный и, в общем-то, очень трезво, очень здраво подходят к любому делу. То есть, с этим человеком можно действительно иметь дело. То есть, там не воздушные какие-то замки, а вот именно конкретика. Что еще? Ну, если это касается каких-то любовных, сердечных дел, друзья мои, то тут подход может быть, ну, как говорят, к мужчине подход через желудок. Ну, вот тут что-то в этом же роде. Вкусно накормить, тоже не выдавать фантазии, он просто ваших фантазий не поймет, не требовать от него что-то вот такого чересчур романтичного, а по делу. Питание, секс, ну, вот что любит именно земной человек. И еще может быть совет, кто интересуется вложением свободных денег. Да, куда девать деньги, как их, даже не куда девать, а как их сохранить, вот наш такой быстро растущий инфляционный период. Ну, тут уже, как говорится, совет именно вкладывать туда, что имеет практическое, как бы, ну, допустим, внедвижимость, да, в какие-то дела, которые связаны непосредственно с выпуском некой продукции. Те дела, которые могут сразу, сразу давать доход. Не когда-то, а именно вот сразу же, как только начали заниматься, как только вложили деньги в это дело, пошли доходы, и, в общем-то, друзья мои, эти доходы должны быть стабильные, с перспективой на будущее. Вот как-то так, мои хорошие. Ну, что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья. Здоровье – это все. Конечно же, обязательно любви, взаимопонимания, мира в душе, мира в семье. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале в Ютубе, в Телеграме, ВКонтакте и Яндекс.Зене. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет обзор событий на неделю с 4 по 10 апреля. Давайте смотреть, что нашепчут вам карты Таро, чем порадуют, что посоветуют. Итак, ваше настроение в этот период. Ну, карта Сила, друзья мои, Аркан Сила, довольно сильный Аркан. Извините за тавтологию. О чем речь? Ну, как минимум, кто-то будет на этой неделе намерен заняться, точнее, физзарядкой, фитнесом, какими-то физическим трудом. Вот. Ну, возможно, у кого-то дела дачные уже начались, или какие-то ремонтные дела, связанные с физическими усилиями. Ну, также, друзья мои, данный Аркан может для кого-то проиграться желанием кого-то продавить, или какой-то вопрос продавить, прорешать. Ну, скорее всего, таким способом манипуляции, лаской, если можно, так это спокойненько. не высказывая свои истинные намерения, вполне возможно. Вот. Ну, что еще? Что еще? Ну, возможно, друзья мои, что кто-то будет решать вопрос с конфликтом. Может, в роли переговорщика, либо пригласит третье лицо для урегулирования каких-то споров, или для урегулирования, для снятия напряжения в отношениях. Ну, давайте смотреть, что там события скажут нам. Так, карта Мир. Дальше. Восьмерка Чаш. Угу. И Колесо Фортуны. Ну, интересная, конечно, карта. Они уже нам подсказывают, что могут быть перемены, уж в какой сфере тут у кого что, друзья мои. Да. Может поменяться ваше мнение, может поменяться ваше решение, может измениться отношение, возможно, даже кто-то намерен будет уйти с работы, каким-то образом изменить свой бизнес, изменить свои отношения, может даже расстаться с кем-то действительно. Вот. И карта Мир говорит, что пришло понимание, да, пришло понимание, что надо что-то делать, надо двигаться, больше нет смысла оставаться вот на том этапе, на котором вы сейчас находитесь, что если вы еще здесь задержите, будет дальше хуже. Да. Здесь, как говорится, все уже выбрано, здесь уже все исчерпано, ловить, как говорится, там уже нечего. Как бы наступил тот период, как некая, знаете, граница между прошлым и будущим, если можно даже так выразиться. Поэтому, да, кто-то на этой неделе будет заглядывать уже в это будущее, или хотя бы займется анализом, что можно изменить. Ну, в принципе, даже это не удивительно. Почему? Потому что у нас выпало колесо фортуны, а колесо фортуны уже намекает, что просто пришло время. Колесо провернулось, и действительно, хотите вы этого, не хотите, все равно надо менять. Либо самому меняться, либо менять окружение, либо менять обстановку, но что-то менять внутри себя и вокруг себя. Насколько это серьезно, и насколько это будет касаться важных дел, тут, друзья мои, у каждого будет свое. У кого-то по мелочи, хотя, знаете, в нашей жизни, мне кажется, вообще не существует мелочи. Даже какое-то маленькое действие, маленькое событие, обстоятельство, оно впоследствии все равно как-то проигрывается, и может даже очень сильно повлиять на будущее событие. Ну, вот приведу пример, да, спонтанно, не подумав, оскорбляешь какого-то человека, ну, скажем, даже походя, да, вот, ну, плохое настроение, вот, взяла, как говорится, или взяла и обматерила. И все, и пошел дальше. Ну, где гарантия, что этот человек забудет это, спустит вам это. И если у этого человека есть некие рычаги воздействия на вас, то вот они последствия пошли. Но это как пример, друзья мои, это как пример. Таких моментов может существовать очень много. Поэтому нет мелких дел, нет крупных дел. Все дает свой результат. ну, что еще сказать. Ну, карта мир может для кого-то проиграться действительно рождением ребенка, рождением внука. Может поменяться сменой статуса. Вот даже, знаете, смена статуса, я имею в виду повышение по службе, да, там возникают новые обязательства, новые условия, и приходится себя менять, менять свое окружение. появление маленького дитя тоже, друзья мои, полностью меняет уклад жизни. Приходится подстраиваться. Если вы, допустим, выходите замуж или женитесь, то там тоже приходится подстраиваться под человека, учитывать его, так сказать, настроение, его характер, его привычки. Вы понимаете, вот оно, вот они изменения. Так, ну, по поводу колеса фортуны не исключено, что вас ждет на этой неделе счастливый случай. Да, действительно, удача в прямом смысле. Колесо прокрутилось и остановилось на той точке, которая у нас называется джекпот, друзья мои. Так что, может быть, может быть. Может кто-то выиграет в лотерею или еще в какую-то вот такую азартную игру. Хорошо, идем дальше. Давайте теперь смотреть, какие конфетки, какие занозы вас ожидают. Итак, конфетки, занозы. Конфетка. Пуш мячей. Новый проект, новые отношения. Разрыв. Ну, это конфетка, друзья мои, это благоприятный для вас разрыв с каким-то человеком. Или разрыв связан с каким-то делом, что закончилась проблема, закончилось какое-то дело. Разрублен узел, Гордиевов узел, расставлены точки над И. Все. И наступило облегчение. Так, а что с занозой связано? Ну, троечка мячей, да, действительно, может быть такая занозка. то есть это тоже речь идет об обрывании каких-то связей, о каком-то конфликте. Причем, понимаете, вынужденный конфликт, что пришлось в это ввязаться, пришлось в этом участвовать, вот, пришлось действительно делать шаги, которые, ну, неприятны, скажем так, болезненные, болезненные для сердца, для нервов, для эмоций. Да, вполне возможно, вполне возможно. Ну, даже по вашему настроению и, в принципе, то, что приходится переступать в другой этап, уходить из прошлого, это уже печалька, печалька для вашего сердца, для вашей души, потому что надо разрывать, там уже вроде бы уже все привычно, знаешь, что, куда и как, хотя уже и надоело, но все равно, вот оно с вами слилось, и вот этот разрывать очень сложно, очень болезненно, вполне возможно, как раз об этом и речь идет. Ну, давайте спросим совет, совет светлого провидца. Что же вам посоветует или о чем предупредит? рыцарь Пентакли, отправляйтесь в путь не спеша. Вот о чем идет речь, друзья мои. Если вы решили вкладывать куда-то деньги, то обязательно все просчитайте, осмотритесь, не делайте поспешных действий каких-то, поспешных шагов. То же самое касается отношений, знакомств, то же самое касается каких-то профессиональных дел. Ну, логичный, очень логичный, друзья мои, совет, учитывая всему вышесказанному. Может, кому-то отложить поездку, не торопиться с поездкой, отложить разговор, отложить встречу, подумать еще раз, проанализировать, посмотреть, что будет дальше, как будут развиваться событий, если вы не будете предпринимать каких-то действий. Деловых там, или любовных, или родственных, тут не важно. Ну, может быть, совет еще, знаете, для кого? Для тех, кто не может принять какое-то решение, то посоветоваться, посоветоваться вот именно с человеком, который разбирается в этом. Но он от вас как бы независим, что ли, он такой третье лицо, не участвует активно в ваших делах, не заинтересован в этом, понимаете? Не заинтересован. А вот именно взгляд со стороны, что-то в этом роде. Ну, что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь, мне остается пожелать, конечно же, обязательно здоровиться, денежек побольше, любви, активности, вообще, очень продуктивной недели. Ну, а самое главное, будьте счастливы! Приветствую вас, дорогие мои стрельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 4 по 10 апреля. Сделаем краткий обзор главных событий и, конечно, обязательно спросим совета у Таро Светлого Провидца. Начнем, как всегда, с вашего настроения, с вашего настроя. Так, четверочка жезлов. Настрой закончить какую-то работу, съездить куда-то за город, на природу, может быть, к родственникам в деревню, может быть, на даче какие-то дела, может быть, организовать какое-то мероприятие, причем вот в тесном таком кружке, типа семейное мероприятие, может быть, какой-то корпоративчик с коллегами, с которыми вы уже давно вместе. Вот, возможно, отпраздновать удачное трудоустройство или отпраздновать удачную сделку. Вот как-то так, мои хорошие. Ну, не сказать, чтобы это уединение, скорее всего, это намерение пообщаться в тесном кругу, в близком кругу на этой неделе. Ну, давайте посмотрим, что там с событиями. Так, двойка Жезлов, Паш Жезлов и Паш Чаш. Ну, неделя может быть полна новостей. Неделя может быть полна предложений, различного рода предложений, как любовных, так и деловых. Может быть знакомства, друзья мои, романтические встречи, дружеские посиделочки. Ну, вот, в общем-то, где-то повторяется то, что у вас какие были намерения, и похоже, ваши намерения как раз и вылились в события. То есть, именно события, которые вы будете сами формировать, которые не придут извне, а это, как говорится, то, что вы хотите сделать, то у вас и произойдет. Да, может, кому-то подарочки подарите, может, кто-то вам подарочки подарит, не исключено. конечно, двоечка тут Жезлов говорит, что, ну, придется, возможно, в каких-то вопросах подсуетиться, может быть, какую-то информацию подсобирать, чтобы сделать некий выбор в пользу или кого-то, или чего-то. Может быть, действительно подслушать, подсмотреть, прочитать чужую почту, может быть, появится желание проникнуть в некую закрытую для вас дверь. Ну, конечно, непростым способом, скорее всего, придется покреативить своего рода, какой-то, может быть, выбрать окульный путь, окольный путь, но, тем не менее, проникнуть, проникнуть туда, куда вас, может быть, не пускали или не пускают, куда вам еще рано, но хочется, хочется именно попасть туда, в эту дверь. Ну, конечно же, не исключено, что не оправдаются какие-то ваши намерения, что ли, ваши желания, да, ну, в плане того, что вы думали, что это получится, и именно таким образом получится, а по факту это либо совсем не получится, либо процесс пошел совсем другим путем. Вот как-то так. Ну, что ж, давайте теперь посмотрим. Ну, вообще, неделя интересная, продуктивная такая, я бы сказала. Ну, да, может быть, отчасти эмоционально насыщенная, но, тем не менее. Так, конфетка. Рыцарь Пентакли. Хорошая конфетка. Получение денег, друзья мои. Встречи, полезные встречи, с последующими, как говорится, отличными результатами. Финансовая сделка какая-то, довольно-таки выгодная для вас. Ну, в любом случае, выгодное предложение, неважно, касается работы, бизнеса, или какого-то дела, связанного с домом, с хозяйством, с бытовыми какими-то вещами. Ну, и могут быть подарки, да, подарки, сюрпризы. Так что, друзья мои, ждите. Ну, а какая заноза? Так, пятерка жезла. Ну, придется подсуетиться, может, придется поспорить с кем-то, доказывать свои, как говорится, неоспоримые факты, доказывать свои права, ну, побороться, в конце концов, побороться. Ну, кстати говоря, вот эта карта может у кого-то проиграться и внутренним вот таким состоянием, состоянием противоборства, то есть, сам с собой, или сама с собой будешь бороться, сама себе что-то будешь доказывать, сама себе что-то будешь, сама с собой будешь в чем-то спорить. Ну, такое тоже бывает, тоже бывает, особенно, когда речь идет какого-то выбора, каких-то колебаний, нерешительности, особенно влияет на это, если есть какие-то комплексы. Да. Вполне возможно, эту занозу как раз и вызовет, вот, вот, то, что я вам говорила, по двойке жезлов. Желание попасть в закрытую дверь, желание получить закрытую информацию, желание заполучить партнера или партнерша в своей сети, ну, я грубо, конечно, выражаюсь, обратить на себя внимание, да, придется, придется побороться, придется посомневаться, придется поиграть мускулами, образно выражаясь, в основном я имела в виду ментальными мускулами. Ну, что ж, бывает? Бывает. Ну, теперь давайте спросим совета у Таро Светлого Провидца. Что же он вам подскажет? Так. Девятка мечей. Хм. Не зацикливаться на негативе. Ни в коем случае. Не переживать попусту. Хотя, конечно, советовать всегда легко. Вот, что ты волнуешься, да, выкинь ты из головы, и так далее, и тому подобное. Но иногда это очень сложно сделать. Это нужно, я не знаю, может даже, есть смысл в этом положении, в этом состоянии понаходиться какое-то время, так сказать, дать себе славину, ну, типа, на-на, попереживай. Ну, немножечко, только чуть-чуть. А за этот период постараться, конечно, отвлечься на что-то. Ну, в данном случае, конечно, совет вот именно о том, что не зацикливаться. Не зацикливаться. Не пускать негатив в себя, особенно глубоко. Как там у Соломона? Всё проходит, и это пройдёт. Вот что-то по этому принципу. Ну, либо включить пофигизм. Так, ну, с советом понятно, да? Чуть-чуть поплакали, чуть-чуть попереживали, и пошли дальше. Всё. На этом я закругляюсь. Мои любименькие стрельцы, мне остаётся пожелать вам, конечно же, здоровья, любви, лёгкой недели, ну, вообще, везения, мира в душе, мира в сердце. А самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём Ютубе, Телеграмме, ВКонтакте и Янтекс.Зене. Приветствую вас, дорогие мои газироги. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку. С 4 по 10 апреля. Итак, что же вас ожидает интересненького, любопытненького, интригующего и, конечно, о чём вас предупреждают карты Таром. Начнём. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Влюблённые. Настрой позитивненький, я бы так сказала. С какой-то стороны, даже деловой. Кто в ссоре, тот хочет помириться. Кто-то захочет войти. Войти в партнёрство. Войти в какую-то группу. Ну, своих интересов, скажем так. Кто-то хочет сделать выбор между чем-то и кем-то. Порешать, скажем, коммуникабельные какие-то вопросы. Ну что ж, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Рыцарь Пентакли. Тройка чаш. И рыцарь чаш. Ну, в принципе, недели спокойные, мои хорошие. Переживать нечем. Да, возможно, какие-то разговорочки, тусовочки. Всё вот на таком дружеском настрое, в принципе. Да, возможно, встречи. Возможно, посиделки в том плане, что захочется расслабиться. Не исключено, что попить винца вкусненького для, как говорится, для души, для настроения. Ну, кто-то, возможно, захочет себя порадовать и пройдётся по магазинам. Что-то интересненькое купит. Может быть, это касается и, в общем-то, еды, каких-то вкусняшек. Не исключены приятные поездки и также приезды кого-то к вам. Что касается рыцаря Пентакли, здесь не исключено притормаживание каких-то дел, чтобы осмотреться, обдумать, проанализировать. Также у кого-то возникнет желание остановить некий процесс, либо окончательно закончить какую-то работу, разрешить какую-то задачу или разрешить какую-то проблему для того, чтобы можно было наметить новые цели, новые планы. Это может касаться, кстати, и отношений. Особенно деловых отношений. Неделя может проиграться и поступлением предложений. Скорее всего, это будут предложения дружественного характера. Если это работа, то, скорее всего, по рекомендации. Если это бизнес, то разговор может пойти о совместном каком-то партнерстве. Если это дела домашние, дела хозяйские, то, конечно, здесь речь идет о взаимовыручке, о совместном решении каких-то задач, участии, совместном участии в ваших делах. В общем, друзья мои, все просто чудесненько, все просто шикардос. Ну, давайте посмотрим, что там у нас с конфетками, с занозами. похоже, у вас получится порешать ваши задачи и помириться, и новые контакты завести, и повстречаться, поразговаривать, и, конечно же, сделать выбор между кем-то и кем-то, и чем-то, и чем-то. Итак, какие конфетки вас ожидают? Шут! Удачное начало нового дела. Удачное начало новых отношений. Скидывание из себя грузопроблем, скидывание из себя какой-то трудной задачи, трудной работы, окончание этой работы, освобождение чего-то, обнуление какой-то проблем. Роскошная просто, друзья мои, конфеточка. Не дай Бог, чтоб так оно и было. Так, а какая заноза? Ну, четверка Пентакли. Ну, и здесь, похоже, речь будет говорить, здесь, похоже, речь будет идти о экономии, о вынужденной экономии средств. Ну, может, какие-то хотелочки были, что-то захочется купить, но, увы и ах, могут финансы это не позволить. Ну, так же, друзья мои, возможно, это вынужденное сокрытие чего-то от кого-то или отгораживание от кого-то, отгораживание от какой-то работы, от какой-то процедуры. Как вы знаете, закрытие в своем гнездочке и никого не захочется пускать, причем вынужденно. Ну, по какой причине тут сложно сказать. Может, кто-то просто не захочет раскрывать свои планы, раскрывать свою душу. Ну, вот так хочется. Да, и это почему-то будет являться занозой. То есть, в каком-то мере, в каких-то вернее случаях, это может пойти не совсем вам на пользу. Вот это ваше отгораживание от других. Ну, бывает, бывает. Так, хорошо, давайте спросим, что посоветует старого светлого провидца. Итак, совет второго провидца. Светлого провидца. Ну, вот тут у нас четверочка, друзья, мечей. Тут тоже идет своего рода отгораживание. Ну, знаете, совет, совет, да, действительно на какое-то время спрятаться в своем гнездышке, не распространяться о своих планах, о своих намерениях, может быть, даже приостановить какие-то действия, какие-то операции. может, действительно, есть смысл для кого-то замкнуться в себе, чтобы подумать, проанализировать, затихариться. Вот такой совет. Ну, это, конечно, наверное, касаться будет все-таки каких-то острых ситуаций, напряженных ситуаций. То есть, не делать скорпалительных каких-то действий, не лезьте на рожон, выясни все-таки до конца обстоятельства, почему так происходит и что может за этим последовать. Вот такой совет, друзья мои. Ну, а так, в общем-то, неделя спокойная, абсолютно спокойная, без всяких критических моментов, все идет своим чередом, и, похоже, события будете сами формировать. Вот ваш настрой, ваше настроение будет именно и провоцировать создание неких обстоятельств и неких ситуаций. Вот так мне все это видится. Ну, что ж, на этом я закругляюсь с моей ласточки. Мне остается пожелать вам легкой недели, продуктивной недели, вот, ну, и, конечно, обязательно здоровья, денежек побольше, взаимопонимания, ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале YouTube, Telegram, ВКонтакте и Яндекс.Зен. Приветствую вас, дорогие мои водолеи. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 4 по 10 апреля. Давайте смотреть, что вам нашепчут карты Таро. Какой совет вам даст Таро Светлого Провидца. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Паш Пентакли. Ну, знаете, настрой такой деловой-деловой, вот, скажем, да, без всяких эмоций, без всяких там фантазий, если можно так сказать. Похоже, будут намечены конкретные дела, дела земные, вот, вот, ну, например, там, касающиеся физической какой-то работы, возможно, какой-то умственной, но в основном это будет связано с решением финансовых вопросов и с решением вопросов по вашим, как говорится, материальным каким-то ресурсам. не исключено, что вопросы будут касаться ваших детей и не просто общения с ними, а вот именно продуктивного общения, совместного общения. Может быть, подарочки кого-то ожидают, может быть, вы ожидаете помощи материальной, в том числе помощи от своих детей, либо, либо собираетесь сами оказать эту помощь. Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Может, каких-то финансовых новостей ждете. Итак, что там с событиями? Ну, шестерочка мечей, так, восьмерка чаш, что еще? И король жезлов. Ну, что касается шестерки мечей, не исключено, что кто-то ждет действительно какую-то информацию или работает над какой-то информацией, ищет эту информацию. Может, это касается переездов, может быть, это касается заработков, может быть, это касается переписки, причем очень активной переписки со знакомыми, то есть переписки как деловой, так и дружеской или, допустим, любовной. Да, возможно, кто-то задумается или может уже начнет предпринимать какие-то шаги, связанные с переездом куда-то, со сменой места жительства, со сменой места работы, а может быть, и со сменой партнера сердечного или партнерши сердечной, не исключено. То есть шестерка мечей, она всегда говорит о желании что-то поменять. Либо в окружении что-то поменять, либо в своей жизни что-то поменять, либо в отношениях что-то, либо в профессиональной деятельности. И в принципе может быть и не случайно выпадает у нас восьмерочка чаш, она говорит тоже об изменении, внутреннем изменении. Может какие-то ваши взгляды поменяются, ваши отношения поменяются к чему-то или к кому-то. Да, возможно возникнет мысль уволиться, возможно возникнет мысль с кем-то расстаться или прекратить отношения, или прекратить какое-то дело. Да, восьмерка чаш, она всегда говорит об уходе откуда-то, от чего-то или от кого-то. Здесь у нас еще появился король Жезов. Ну да, персонаж серьезный, статусный, имеющий власть определенную. Ну, тут, как говорится, у кого-то он может проиграться как советчик, помощник, может какие-то совместные дела будут с этим товарищем. тем не менее, какое-то влияние будет этот человек оказывать либо на вас лично, либо на ваши дела. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас с конфетками и занозами. Вот еще добавлю, знаете, если это вы, ваш образ, неважно, женщина вы или мужчина, вот в образе короля такого жезла, да, ну что ж, можно вас поздравить. Вам хватит энергии на все ваши хотелочки, на все ваши намерения, вот, и в принципе, если вы что-то действительно задумаете, вы это сделаете. И найдете людей в помощь, и найдете ресурсы, найдете все необходимое, чтобы все вокруг вас крутилось и процесс закручивался в нужном вам направлении. Ну и, конечно, с нужным результатом. Итак, конфетка. Ну, четверка мечей. Желание спрятаться, зарыться в свою нору, затихариться. Ну что ж, друзья мои, получится у вас такое, желание ваше исполнится однозначно. Вот. Может быть, знаете, отойти в сторону и посмотреть, что же будет происходить, как будут развиваться события. А для кого-то просто желание уйти в отпуск и действительно этот перерыв у вас случится на этой неделе. Появится такая возможность. Все-таки это у нас конфетка. На то она и конфетка, чтобы было все вам на пользу. Ну, а насчет заноза давайте посмотрим. Так, еще один король, на этот раз король Пентакли. Ну что ж, придется решать какие-то крупные финансовые вопросы. Уж не знаю, по обязательствам это, с обязательствами связано, либо с необходимостью провести какую-то сделку, либо ее закончить, завершить, либо наоборот начать. Ну, в любом случае некое влияние, влияние некого персонажа вы можете почувствовать на этой неделе. да, кто-то будет на вас надавливать, продавливать вопрос. Ну, возможно, это вынужденные дела с банком, почему бы и нет, с какой-то финансовой организацией. В том числе, кстати говоря, может быть, даже это давление со стороны вашего начальника, вашего делового партнера. Или, друзья мои, вашего сердечного партнера, да, ваш сердечный партнер будет требовать от вас денег. Вот выложи на его хотелочки, и все тут, и никаких гвоздей. Такое тоже бывает. Ладушки, давайте теперь спросим совета второго светлого провидца. Что там провидец увидит, что он там посоветует. Итак, как интересно. Посмотрите, какая красивая картинка. Прям какая-то мистическая. Друзья мои, это аркан башня. Да. Ну что ж, намек идет. Намек идет, что нужно с чем-то действительно расстаться, закончить, что-то разрушить, может что-то выкинуть, может сделать чистку дома и выкинуть старые вещи, которые уже лежат годами. Может расчистить какую-то, ну я не знаю, какую-то площадь. может в кладовочке, может быть в сарайчике, может быть на работе, расчистить завалы. Вообще, конечно, карта башни, она может предупреждать и о неожиданностях, о неожиданном развитии событий. Допустим, вы планировали, что вот это будет так, настраивались, что это будет так, процесс пошел вообще далеко не так. И в общем-то состояние такое, знаете, а что это было. Вот такое состояние может, конечно, и прийти вот именно по карте башни. Может совет как раз приготовиться, да, приготовиться к таким событиям, к таким неожиданностям, к нежданчикам. Ну, либо, друзья мои, намек, намек, что надо что-то подремонтировать, надо что-то подлатать, потому что оно может развалиться, сломаться, взорваться, я не знаю, что там еще, но вот как-то так, друзья мои. Да, это может быть такой вполне намек. Ну что ж, на этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачной недели, везения, денег побольше, любви, ну и самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале YouTube, Telegram, Вконтакте, а также на Дзене. Приветствую вас, дорогие мои рыбоньки, рыбулечки мои золотые. С вами опять я, Татьяна Шаманова, ваша коллега по аквариуму. Как-то давно, давно, кто-то из подписчиков мне вот такое выражение подкинул, оно мне очень понравилось, и я, бывает, его вот с вами вот так вот и здороваешься. Ну что ж, мои хорошие, давайте посмотрим, что же нас ожидает в эту неделю с 4 по 10 апреля. Да, уже апрель, уже весна, зенит капель, и солнце светит. Так, какие главные события нас ожидают? Ну, начнем с настроения, с настроя, конечно же, обязательно. Семерочка Пентакли. Что-то связано с перепиской, с получением информации, с какими-то ожиданиями. Что-то будем ждать, друзья мои, что-то будем ждать. Может быть, знаете, закончим какую-то работу и начнем ждать результата. Что это даст. В том числе, друзья мои, возможно, это финансовых вопросов касается. Сделан некий задел, и теперь, как говорится, что будет по факту. Ладно, давайте посмотрим, что с событиями. Может, ждать будем письмеца от любимого или любимой, от родных, от родненьких, от близких людей. Тоже может быть. На события шестерочка мечей. Императрица. Отлично. И восьмерка кубков. Повторились некоторые карты, как у водолеев. Ну что ж, что-то, значит, у нас будет на общей волне. Я имею в виду события. Ну, не обязательно, что они будут один в один. Нет, но какие-то общие моменты вполне могут прослеживаться. Итак, смотрите. По поводу ожиданий, то, что я сказала. У нас тут выпала шестерочка мечей. Да, можем ожидать некую информацию. Можем искать какую-то информацию. Можем прорабатывать вопросы, связанные с переездом или с поездкой какой-то, либо со сменой в профессиональной деятельности, либо каких-то изменений вообще в деловой сфере и касающихся семьи, и касающихся каких-то личных дел. Ну, для кого-то шестерочка мечей может проиграться такой плотной-плотной работой с информацией, с поиском информации, в том числе и через интернет. Даже, я бы сказала, в основном через интернет. Да, это может касаться как личной переписки, так и деловой переписки, но может и касаться, друзья мои, каких-то бизнес-проектов, вашего бизнеса, семейного бизнеса. Все серьезненько, друзья мои, все серьезненько. Не исключает, что кто-то будет искать новую работу, да, рассылать резюме, кто-то будет заниматься поиском новых партнеров или новых клиентов. И вообще, вот, выпадение императрицы, мои хорошие, это уже намек на то, что дела серьезные, дела практичные, и все дела будут связаны, скажем так, со стабилизацией в каких-то вопросах, с увеличением капитала, с увеличением бюджета, да, может быть, связаны будут с улучшением комфорта. В общем, все для семьи, все для пополнения кошелька, все для улучшения своей, в том числе, и внешности. Да, вопросы могут вполне касаться и внешности. Это и покупка одежды, обуви, предметов украшения, это покупка предметов интерьера, это покупка и для членов семьи. То есть, занимаемся хозяйством, занимаемся собою, занимаемся всеми вопросами на будущее, чтобы, как говорится, быть уверенным в завтрашнем дне. Ну, при такой работе не исключено, друзья мои, пересмотр, пересмотр каких-то моментов, какого-то отношения к чему-то или к кому-то. Да, может даже какие-то будут отбрасываться старые дела, старые отношения. Не исключено, что кто-то подумает, что не пора ли поменять работу, найти более лучшую, не пора ли поменять подходы к заработку, а может даже и задумаются о переезде, о смене места жительства. Ну, в принципе, это я уже озвучил. Может, и не зря вот эти ожидания, это может быть связано действительно с перепиской по переезду куда-то, в том числе и далеко. Да, новые горизонты, уже, как говорится, будем смотреть в будущее, что там нужно сделать для того, чтобы, как говорится, перейти на новый уровень, на новую границу. Вполне возможно, что то, что есть, оно уже не устраивает и далеко не устраивает, что пора, в принципе, что-то предпринимать, что-то улучшать и, как говорится, не сидеть на месте. Ну, императрица, она всегда этим и занимается. Что еще добавлю? Вполне возможно, что выпадение императрицы для кого-то проиграется конкретной персоной. Персоной устойчивой, самостоятельной, состоятельной, умеющей не только дать совет, не только оказать поддержку, но и существенно вас продвинуть, выступить и спонсором, и ментором, и покровителем в каких-то вопросах. У кого-то покровитель будет в отношениях, у кого-то в бизнесе, у кого-то по работе, а у кого-то, возможно, это член семьи, старший член семьи или человек, который, в общем-то, уже состоялся и что-то может сделать для вас. Ладно, давайте посмотрим, что же там с конфетками, с занозами. Чем порадует? Вообще, неделя может быть очень продуктивной, очень продуктивной. И, знаете, напряженной с одной стороны, но напряженной делами, которые вы себе задумали, которые связаны с вашими какими-то делами, намерениями, целями. Итак, конфетка. Король Жезлов. Еще один персонаж. Каким-то образом он вам поможет или повлияет на ваши дела. Ну, может быть, этот персонаж связан с сердечными делами. Да, друзья мои, возгорит страстью, ну, либо потянет на флирт приятный, либо предложит более серьезные отношения, либо какую-то поддержку скажет. Ну, это может быть и поддержка, конечно же, и в деловой сфере. Это может быть и покровительство. Так что, будем надеяться, будем надеяться. Заноза. Так, девятка мечей. Ну, заноза, конечно, маленько неприятная в том плане, что могут напасть какие-то страхи, неуверенность, комплексы. Ну, скорее всего, это у нас получается, когда мы сами себя напугиваем, доводим до такого состояния, что уже сил нету. Боимся уже, не знаем, чего боимся. Ну, могут, конечно, переживания быть и связаны с какими-то действительно конкретными вопросами. Возможно, это, знаете, вынужденный мозговой штурм, что нужно срочно порешать какую-то проблему. Да. Ну, также может быть, конечно, и какие-то головные боли, бессонница. Ну, тоже бывает. Так что, ничего, как говорится, удивительного. Жизнь есть жизнь. Ну, а теперь давайте спросим к Совету Таро Светлого Провидца. Что же там этот Провидец направидивает? Итак, совет, совет, совет. По Шпентакли? Хороший совет. Не отвлекайтесь от дел. Оттачивайте свои навыки. Или используйте все свои способности, все свои таланты. Общайтесь со своими детьми. Знаете, даже, знаете, вовлекайте своих детей в ваши дела. Вот так вот, скажем так. Или участвуйте в делах ваших детей. Не исключено, что это совет порешать какие-то, ну, вопросы по мелким обязательствам. Да. Не затягивать. платить вовремя, чтобы это не накапливалось. Ну, а для кого-то, друзья мои, это совет начать новое дело. Да. Новое дело, может, новые хобби, но чтобы оно приносило именно пользу. Ну, материальную пользу, пользу, практичную пользу. Вот в данном случае на это намек. Ну, может, кто-то из вас увидит что-то и другое. Я же на этом заканчиваю, мои рыбуленьки. Мне остается пожелать нам здоровья, любви, хорошей недели, спокойной, продуктивной, взаимопонимания. Ну, а самое главное, будем счастливы. Да, будем счастливы. И до новых встреч на моем канале в Ютубе, Телеграме, ВКонтакте и в Дзене.